Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Босс, глава одиннадцатая. Ты сидишь в своем гостиничном номере в Канзасе, и только тонкая стена отделяет тебя от Чейза в соседней комнате. Мы только приехали, а уже не можем оторваться друг от друга. Как мы продержимся еще два дня, не перейдя черту? Никак. Проще как-то с этим смириться сразу. И не теряйте два дня впустую. Стукаю в дверь, возвращая тебя к реальности, ты слышишь, как Чейз зовет тебя из коридора. Уже готова? Почти. Ты перебираешь свою одежду, пытаясь решить, что надеть на ужин. Может быть, пришло время определиться, действительно ли я хочу довести этот спор до конца. Я переживаю, что отказываю себе в чем-то хорошем. Билл и Мелинда Гейтс начинали как коллеги. Черт возьми, Мишель была наставницей барака. Многие через это прошли. Хорошие она себе прототипы придумала. Так почему же мне так трудно переложить это на себя? Чейз тучит еще раз, уже настойчивее. Я умираю с голоду, Лютик. Извини. Ну ты извини, но мы еще даже не перееделись. Ужас. На наш ужин я, пожалуй, надену. Ой, какой смешной наряд, блин. Почему нельзя... О, можно. Наконец-то Алиса разобралась, как посмотреть в наряд полностью. Ура. Дальше. Так, не мигайте, стрелочки улетают. Ну, милая и практичная. Простоя и скромная. Но я думаю, что Чейз оценит. Напоследок, взглянув на себя в зеркало, ты открываешь дверь в свою комнату. Чейз, опирающийся на дверь, начинает падать, но цепляется за косяк. Он быстро приходит в себя, улыбается и приглаживает волосы. Вы в порядке, босс? Нужно предупреждать, прежде чем сбивать человека с ног. Ой, ты бы послушался предупреждений? Чейз смеется. Его голос звучит тепло и маняще. Послушать, конечно. А вот следовать совсем другое дело. Чейз улыбается, прислоняясь плечом к дверному косяку и оглядывает тебя. Симпатичное платье. Ну, это как бы не совсем платье, ну ладно. Спасибо. Возможно, я становлюсь немного диким, думая о том, что скрывается под ним. Он наклоняется чуть ближе, его взгляд прикован к твоему плечу, где виднеется бретель Калифа. Видеть тебя рядом в белье, которое я выбрал. Ты мечта, оставшая явью, Лютик. Ты краснеешь, жар ползет по твоей шее. Держите это в своих мечтах, босс. Посмотрим, Рис. Чейз подает тебе руку и ведет в ресторан отеля. Ну что, теперь, когда ты в моем распоряжении, я с нетерпением жду, к чему приведет нас эта ночь. Ох, ни к чему безумному. Не надейся, босс. Это все еще рабочая поездка. Может быть, это и рабочая поездка, но я босс. Обычно правила устанавливаю я. Чейз наклоняется вперед, опираясь на локти. Но в этой поездке ты, босс Рис. Только скажи, мы будем играть по любым правилам, которые тебе нравятся. Что ты предлагаешь? Свод правил, которые действуют только в Канзасе? Или вообще никаких правил? Ты закатываешь глаза, но не можешь сдержать эмоции, переполняющих тебя. Я серьезно, Рис. Мы могли бы использовать эту поездку как возможность узнать друг друга с новой стороны. Никаких правил, споров и барьеров между нами. Просто два человека, которым нравится проводить время вместе. Кроме того, ты знаешь, как долго я ждал, чтобы нарушить некоторые из них. Интересно, каких он говорит. Шоколадно кори, глаза Чейза озорно сверкают. Что думаешь, Лютик? Готова рискнуть? Чейз. Ладно, никаких правил сегодня вечером. Правда? Офигел, да? В ответ на твою улыбку он дарит тебе свою, хитрую и игривую. Уверена, что справишься. Справлюсь с тобой. Кажется, до сих пор у меня достаточно неплохо получалось. Подходит официант, чтобы принять заказ на напитки. Чейз не отпускает твою руку. Что будете пить? Чейз поворачивается к тебе с игривой усмешкой. На ваше усмотрение, босс. Я хочу. Ой, так, крепкое нам точно нет. Давайте белое вино. Чейз улыбается. В его глазах появляется озорная искорка. Принесите нам самую дорогую бутылку белого вина, который у вас есть. Гулять так гулять? Да, сэр. Чейз проводит большим пальцем по внутренней стороне твоего запястья, заставляя мурашки бежать по спине. Ты настоящее сокровище, знаешь об этом? Это поездка. Смягчающее обстоятельство. Это не значит, что наш спор отменяется. Чейз сжимает твою руку и смеется. Хе, конечно нет, Рис. Я бы не хотела, чтобы ты так легко сдалась. Вы общаетесь и одновременно изучаете меню. К моменту, когда официант принимает заказ, ты расслабляешься и чувствуешь себя комфортно. Сегодня было довольно весело, не так ли? Даже когда ты зашла ко мне в примерочную. Чейз игриво улыбается, а ты краснеешь, вспоминая мышцы на его обнаженной спине. Эй, я хорошо провожу время. Улыбка Чейза становится шире, и он качает головой. Мне нравятся, какие сюрпризы ты мне преподносишь, Рис. Вдруг ты вспоминаешь, что увидела в примерочной. Я почти забыла, что у Чейза есть татуировка. Я до сих пор не знаю, что там написано. Его татуировка должна быть важна. Я думаю, это как-то связано с его погибшей невестой. Он не из тех людей, которые бы легко сделали татуировку. Бьюсь об заклад, она значит для него что-то очень важное. О чем ты там думаешь? Я кое-что заметила в примерочной. Чейз поднимает бровь. Нет, ты меня не так понял. Ой. Я только что вспомнила, что у тебя есть татуировка. Так, что она значит? Давайте не будем ходить вокруг да около. Выражение лица Чейза внезапно становится серьезным. Он избегает встречи с тобой взглядом. Мне нелегко об этом говорить. Что ты имеешь в виду? Это татуировка. Это напоминание об очень трудном периоде в моей жизни. Чейз задумчиво смотрит на стол на хмуре в брови. Это не то, что я люблю обсуждать. Ну, я понимаю, но я тебе очень серьезно открылась и не раз, поэтому твоя очередь, Чейз. Ух ты. Кажется, я никогда еще не видела Чейза таким уязвимым. Но я думаю, что готов рассказать тебе о своем прошлом, Лютик. На самом деле, мне бы очень этого хотелось. Он переводит взгляд на тебя. Его кори глаза наполнены надеждой. Хочешь услышать мою историю? Я хочу позволить Чейзу поделиться со мной своим секретом. Видишь ли, однажды я был помолвлен. Так сейчас сделаем вид, что мы не знали. О, я помню, как говорила об этом с Линдси. Она сказала, что невеста Чейза умерла. Мы с Пейтон вместе учились в высшей школе и начали встречаться на последнем курсе колледжа. К тому времени мой бизнес процветал. Я сделал предложение через год после того, как окончил университет, и через два дня она умерла. Он отводит взгляд, ты сжимаешь его руку. Он одаривает тебя грустной, но честной улыбкой. Самое ужасное, что я едва могу произнести вслух. Это... Пейтон была убита. О, боже. Да. Я долго был не в себе, много пил и плохо соображал. Слава богу, у меня были хорошие юристы, которые присматривали за бизнесом. Мы это звали лицензию на несколько лет, чтобы дать мне время восстановиться. Только сейчас все возвращается на круги своя, включая мою жизнь. Ему требуется время, чтобы снова посмотреть тебе в глаза. Моя татуировка гласит, страх не останавливает смерть, он останавливает жизнь. Я всегда стараюсь помнить об этом. Никогда еще такую фразу не слышала. Я тебя понимаю. Я знаю, Лютик. Ужасно, что тебе пришлось пройти через это. Травмы, которые нанесла эта ситуация тебе и твоему брату, ужасны. Мне невыносимо видеть тебя напуганной. Но я благодарен, что ты стала тем, кем являешься. Когда я с тобой, Рис, впервые за очень долгое время, я чувствую, что меня понимают. Светлые чувства наполняют твое сердце. Ты проводишь большим пальцем по руке Чейза. Ваши пальцы все еще соединены вместе. Гладя тебя по руке и вздыхая, Чейз отстраняется. На этой неделе исполняется семь лет со дня ее смерти. А нападавшего так и не поймали. Но это ужасно. Чейз, мне жаль. Плечи Чейза начинают расслабляться, и легкая улыбка появляется на его лице. Спасибо, Рис. Приятно поделиться с кем-то, на кого можно положиться. Я уже давно никому по-настоящему не доверяю. До тебя у меня, конечно, были свидания, но ничем особенным они не заканчивались, но ты знаешь. Ты имеешь в виду... постель? Да, но это никогда ничего не значило. Казалось невозможным, что я когда-нибудь снова захочу большего. Его рука снова тянется к тебе через стол. Его касание мягкое и неуверенное. Казалось, я не смогу двигаться дальше. Но я думаю, что просто не нашел подходящего человека, с которым можно было бы строить будущее. У тебя перехватывает дыхание, и ты не можешь удержаться, чтобы не сцепить пальцы. То, что происходит между нами, очень отличается от всего этого. Меня так тянет к тебе. Ты умная, веселая, честная и храбрая. Я никогда так не смеялся, как с тобой. Конечно, я все еще жажду тебя в своей постели. Я не особо это скрывал, но это не единственное, чего я хочу от тебя. Ты чувствуешь, как грудь наполняется теплом, таким успокаивающим и безопасным. Я устала глядываться назад. Я готов жить настоящим и наслаждаться временем с тобой. Ты стоишь того, чтобы рискнуть. Чейз, ты стоишь того, чтобы рискнуть. Я знаю, что много раз отталкивала тебя, и не могу обещать, что теперь все изменится. Ты все еще мой босс, и есть много причин не быть вместе. Чейз серьезно смотрит на тебя, крепко сжимая твою руку в своей. Но когда я с тобой, мне трудно думать обо всем этом. Достаточно просто слышать, как ты это говоришь, Лютик. Чейз подносит твою руку к губам и нежно целует. Его губы скользят вниз по твоим пальцам, оставляя линию поцелуев на твоей руке. Достаточно просто быть рядом с тобой. Ты тихо вздыхаешь. Чейз смотрит на тебя, его глаза темнеют. Ты сделала все яснее, Рис, и я не могу выразить, как я благодарен тебе. Твоя грудь сжимается, когда Чейз смотрит на тебя. Что ты делаешь? Я просто пытаюсь запомнить выражение твоего лица. Я хочу запомнить его навсегда. Я должна попытаться поднять ему настроение ради нас обоих. Ты сказал, что у тебя было много свиданий, и все? На лице Чейза появляется мягкая улыбка. Знакомство подразумевает некоторую логичность действий. Я видел женщин, но только несколько раз. Я и представить себе не мог, что смогу с кем-то познакомиться. Я слишком сильно отгородился от всех. Он замолкает, глядя на стол. Тебе бы не очень понравился тот Чейз Паркер? Чейз? Ого! Какие-то варианты все мне не нравятся. Ну ладно, давайте польстим немножко. Я сомневаюсь, что есть какая-то версия Чейза Паркера, которая бы мне не понравилась. Ты мне понравился на нашем первом ужине, не так ли? То, что было в ту ночь. Первое настоящее свидание за последние 10 лет. И выбрал же себе такую какую-то дурочку ужас. Ты смеешься. Но мы только и делали, что лгали. И в тот вечер у тебя было свидание с другой девушкой, помнишь? Но с кем я разговаривал все время? Кого я хотел поцеловать на прощание? Чейз на мгновение замолкает, нервно проводя пальцами по скатерти. Сегодняшний вечер прошел совсем не так, как я ожидал. Что ж, ты всегда преподносишь сюрпризы. Чейз усмехается. Его рука неподвижно лежит на столе. Взаимно. Но для одного вечера достаточно, Лютик. Давай насладимся ужином и поговорим о чем-нибудь другом. Чейз стеребит в руках стакан воды, не зная, что делать дальше. Он все еще нервничает. Должно быть, наш разговор так повлиял на него. Мне бы очень хотелось отвлечь его от мысли о прошлом. Он был так откровенен со мной. Он заслуживает немного веселья. Хорошо, я рассчитываю на тебя, Лютик. Предложи новую тему. Хм, я отвлеку Чейза игрой. Ты когда-нибудь играл, чтобы ты сделал? Мы с Джултс всегда в нее играем, когда немного выпиваем. Ужас! Чейз улыбается и наклоняется вперед. Хорошо, я в предвкушении. Прежде чем начать, Чейз зовет официантку и заказывает бутылку вина. Я думаю, что нам нужно достигнуть определенного состояния для этой игры. Тебе так не кажется? Глоток перед началом. Как только бокалы наполнятся, вы начнете свои вопросы. Итак, Чейз. Хм, сверху или снизу? Сильное начало. Мне нравится. Сверху, конечно, а ты? Снизу. Ты делаешь глоток вина, наблюдая, как ухмылка Чейза становится шире. Мне уже нравится эта игра. Видишь, насколько мы совместимы. Ты закатываешь глаза, потягиваясь содержимое своего бокала, но Чейз все еще сияет. Теперь мой вопрос. Свет включен или выключен? Хм. Включен. А ты? Определенно включен. Так я вижу удовольствие на твоем лице, когда впервые вхожу в тебя. Чейз, ты не должен вдаваться в подробности. Ты пытаешься выглядеть убедительно, но Чейз только улыбается. Как же мне остановиться, если я заставляю тебя так краснить? У тебя перехватывает дыхание, когда его взгляд скользит по твоему лицу, шее и ключице. Боже, ты такая горячая. Чейз делает большой глоток вина, допивая бокал до дна. Знаешь, это лучшее развлечение, которое ты могла придумать. Ну еще бы. Не считая того, чтобы затащить меня в ближайшую коморку и снять себе это платье, конечно. Вы наслаждаетесь ужином, обмениваясь шутками и получая удовольствие от доверительной атмосферы. Чейз выводит тебя из ресторана и ведет вестибюль отеля. Его рука придерживает тебя за то, чтобы не грохнулась. Конечно, раздавили бутылку на двоих еще до этого, она пила вино. Ужас. Чейз, я такая пьяная. Твою фразу прерывает громко жужжание телефона в кармане Чейза. Когда он видит, кто это, его лицо вытягивается. Кто же это? Мне нужно ответить, Лютик. Он выходит в парадную дверь отеля. Это было неожиданно. Ты ходишь по холлу несколько минут, прежде чем Чейз появляется с мрачным лицом, но при виде тебя он улыбается. Чейз, что-то важное? Пойдем спать, Лютик. Мне кажется, это по поводу его бывшей невесты. Кто-то позвонил из родственников, возможно. Он ведет тебя наверх, придерживаясь за поясницу. Ты останавливаешься перед дверью своей комнаты. Чейз берет твои руки в свои и смотрит прямо тебе в глаза. Спасибо, что разделила со мной этот ужин и позволила стать частью твоего путешествия. Твоя грудь сжимается. Это похоже на то, как школьники заканчивают свое первое свидание. Что ж, ты действительно не оставил мне выбора. Ты вроде как был в самолете, когда я туда зашла. Хе-хе-хе. Чейз издает смешок. Он придвигается ближе, прижимая тебя к двери твоей комнаты. Знаешь, Лютик, я сомневаюсь, что последовать за тобой в Канзас – хорошая идея. Мне пришлось весь день сдерживаться, находясь рядом. Это выводит меня из себя. Тебя накрывает волна смелости. Что ж, может быть, тебе стоит перестать сдерживаться? Чейз рычит, кладя одну руку на дверь над твоей головой и наклоняясь ближе. Он так близко, что ты можешь приподняться на цыпочки и коснуться губами его губ. Я хочу тебя, Лютик. Это чистая правда. После всех душевных метаний и отрицаний, я хочу наконец услышать, как ты это скажешь. Скажи мне правду. Ты тоже хочешь меня? Чейз. Так, интересно, интересно, что будет дальше. Да, конечно. Как только ты произносишь это, Чейз бросается вперед, его тело прижимается к твоему. Так, и это несмотря на то, что мы жутко пьяны, я помню, после клуба он сказал, типа, я не хочу пользоваться такой возможностью, что ты пьяна, неадекватно, а тут нет проблемы. Ты стонешь, и его глаза темнеют, почти чернеют. Мне требовалась огромная сила воли, чтобы не целовать тебя каждый раз с тех пор, как я встретил тебя, Рис. Он прижимает тебя к стене, опираясь ладонями на дверь. Тогда поцелуйте меня, босс. Чейз сокращает последнее расстояние между вами, и, наконец, его губы касаются твоих. Он целует тебя медленно, словно хочет растянуть каждую минуту удовольствия. Ты скользишь руками по его накачанной спине, поднимаясь выше к широким плечам. Когда он отстраняется, у тебя перехватывает дыхание. Чейз, мы не одни, любой мог пройти мимо. Какая разница, пусть смотрят. Он смещается так, что его бедро прижимается между твоих ног, посылает толчки, которых ты так жаждешь. Так, ребята, вы не хотите? Вот вы уже сняли номер по классике, у вас есть номер. Вот зайдите туда, а? Не смущайте прохожих, действительно. Продолжение следует... Если мы не остановимся сейчас, потом я просто не смогу этого сделать. Думаю, что после утренних фокус-групп я вернусь в Нью-Йорк. Что? Почему? Потому что я понимаю, что давлю на тебя слишком сильно. Ты должна прийти ко мне сама. Я буду ждать, когда ты это сделаешь. Он делает шаг к своей комнате, одаривая тебя усталой улыбкой. Спокойной ночи, Лютик. Ну понятно. Разогрел и такой отстранился. Но я думаю, это сработает очень сильно на нашу Рис. Чейз, спасибо за прекрасный ужин. В любое время, Лютик. Ты вставляешь ключ в дверь, чувствуя на спине горячий взгляд Чейза, и входишь в свою комнату. Как только дверь закрывается, ты сползаешь по ней, чувствуя себя смущенной и опустошенной. Все, что есть между нами, реально. Я не хотела признавать этого раньше, но не думаю, что смогу и дальше избегать. Чейз Паркер хочет меня всю, и я очень... Напугана. Может быть, я просто использую то, что случилось на моей последней работе, как способ держать Чейза на расстоянии? То, что я чувствую к нему, чертовски страшно, и я не уверена, что готова признать это. Вздыхая, ты падаешь на кровать. Трудно не думать о том, что Чейз может делать по другую сторону стены. Он совсем рядом, хочет меня так же сильно, как и я его. От одной этой мысли по телу пробегает дрожь желания. Легко представить себе озорной блеск в его глазах, когда он просит тебя подыграть или рискнуть. Не могу перестать думать о его прикосновениях. Ты думаешь о его сильных руках, лежащих на твоей пояснице, когда уйдете. Но я очень рада, что она не грохнулась где-то там в коридоре, и о том, как его ладонь дразня движется вверх по бедру. Я не могу перестать думать о нем. Лётик. Ты резко выпрямляешься, лихорадочно поправляя одежду. Это реальность? Это не фантазии? Громкий голос Чейза доносится из-за двери между вашими комнатами. Эй, можно мне одолжить твое зарядное устройство для телефона? Я забыл взять его. Уф, такой момент перервал. Минутку. Не торопись, милая. Вздохнув и бросив отчаянный взгляд на свое отражение в зеркале, ты открываешь дверь, ведущую в соседнюю комнату. Привет, Чейз. Твой голос звучит пронзительно, пока ты пытаешься успокоить свой пульс. Чейз только улыбается. Итак, как насчет зарядного устройства? Точно. Ты идешь к своей сумке, твои руки слегка дрожат, пока ты ищешь кабель. Вот, держи. Чейз на мгновение задерживает на тебе взгляд, оценивая твое состояние. Так, сканер, сканер. Он берет шнуры с твоих рук, но в последний момент хватает тебя за запястье. Все хорошо? Более чем. Все шло великолепно, пока ты не прервал меня. Как только эти слова слетают с твоих губ, ты начинаешь отчаянно краснеть. Чем ты занимаешься, Лютик? Его ухмылка коварна, он тянет тебя к себе. Затаив дыхание, ты смотришь, как он подносит твою руку к рту. Это та рука, которой ты только что касалась себя. Румянец поднимается твоей шеей, заставляя лицо пылать. Чем-то, что могло бы быть мне интересно. Когда он снова поднимает на тебя взгляд, его глаза темнеют. Он смотрит тебе в глаза, твоя рука заключена в его, он вдыхает запах твоих пальцев. О боже. Он закрывает глаза, позволяя тому, что вы оба знаете, остаться между вами. После долгого напряженного молчания он стонет. О, Лютик, ты непослушная девчонка. Чей сделает шаг вперед, притягивая тебя к своей груди для страстного поцелуя. Да, ну все, мы намек поняли. Такой жирный намек, что нас ждет уже конкретно в 12 главе. Так и не дали нам протрезветь. Ну что ж, уже как есть. Друзья, плейлист этой истории, как всегда, находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok